Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». — На этот раз? Я готов разделить ваше горе, но давайте по пунктам. — Ну, вот господин Прохоров вырвал у меня кусок хлеба изо рта. — Так, каким образом? — Я предвкушала, как впервые за долгое время я приду на избирательный участок, оболью руками эту плакучую урну, оболью ее слезами умиления, возложу на нее веночек, только не из подсолнухов, из незабудок, скажем, и поставлю птичку, чайку по имени Джонатана Левинстон, напротив Парнаса. — Да, но поскольку Парнас был не зарегистрирован именно потому, что господин Прохоров готовился на эту роль, на роль правого фальшака, правой фальшивки, вот вам, пожалуйста, как у нас нет правой альтернативы, вот она у нас правая альтернатива, пожалуйста, вот вам плевательница направо, можете плевать туда, вот вам налево, справедливая Россия, ну а кому мало, пожалуйста, у нас сплошной фронт, и этот кусок хлеба, возможность проголосовать, был у нас у всех украден, то есть господин Прохоров войдет в историю, не потому что у него много миллиардов, есть те, у кого больше еще миллиардов есть, но он добил российский парламентаризм, именно он, потому что я не стану во всем винить первопричину всех наших злого господина Путина, ну, дьявол дьяволом, а Фауста договорчик добровольно подписал. — Ага, в качестве кого вы в данной ситуации видите господина Прохорова? — Господина Прохорова я вижу в качестве, в роли, ну, того самого, который вечно по Галичу берет перо и даже не кровью, чернилами ставит свой крестик в углу. — А может, у него благие намерения? — Да, вот как раз имя дорога в Атывымощина. Встал господин Прохоров с правой ноги и думает, что мне все в Куршавель ездить и с какими-то веселыми девицами. Набью я себе автобус на этот раз правыми предателями, которые уже, кажется, по третьему разу использованы бушные изделия. И поеду я с ними на выборы, потом еще на президентские схожу. — Я понимаю, что, конечно, бедному олигарху трудно жить в Путической России. — В партии сказали надо? — Да. Ну, понятно, что Путин напал, взял за горло, сказал или партия, или жизнь. Но ведь есть еще Лондон. — Так. — Насколько я понимаю, в уставе вашей партии нет права на эмиграцию. Почему вы другим рекомендуете Лондон? — В нашей партии есть запрет на эмиграцию для членов этой партии. — А другим так советуете? — И рекомендация всем остальным, кто имеет гражданское в себе достоинство, ну и собственное достоинство тоже этого не делать. Ну, такие слабые люди, как господин Прохоров, такие робкие, такие забитые, как кролики, как зайцы. Ну, самое место ему в объятиях березы, там, Чичваркина, с тем же выдачи нет. Ну, собрал бы свои миллиарды в котомочку. — Вы понимаете, в чем дело? А вот в свое время был один успешный человек в России, который сказал, я не хочу уезжать. А может, господин Прохоров, я, не знаю, видела его один раз в жизни. Может, он тоже не хочет уезжать. Может, он... Вот вам, пожалуйста, вопрос, Валерия Ильинична. Существуют ли, на ваш взгляд, легитимные, но действенные формы гражданского неподвиновения в отношении выборов? А? Вот. — Существуют. — Паркзанков? — Борис Немцов советует приходить на избирательный участок, рвать бюллетень или его сжечь. Ну, сжечь, во-первых, не советую, потому что я уже предвижу, как опытный старый диссидентский волк, такой старый облезлый диссидент, что обвинят в поджоге избирательного участка. — Конечно. — Рвать, это, конечно, все произойдет в четырех стенах, прессу едва ли туда позовут, но главное будет сделано. Человек явился, его сосчитали, а что он там делает внутри, это уже никого не интересует. Я думаю, самая легитимная форма — это, с одной стороны, уменьшить им явку существенно, чтобы участки были пустые, а с другой стороны, высказаться по интернету. Ну, ну уж, это пусть Парнас организовывает, обделенный, ограбленный. Вот как раз задача. Пусть каждый гражданин России, у которого есть чувство собственного достоинства и при этом мозги в голове, это редкое сочетание, потому что, если у нас не под Кремль, то люди все время валятся влево, какой-то красно-коричневый ватаги. Если соображают, пожалуйста, в интернете имя, фамилия, явка, адрес и откровенно за Парнас. Понятно. Не зарегистрировай Парнас. Если будет набранный где-то 10-15 миллионов, это уже будет аргумент и для мирового сообщества, и для власти. Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим разговор о действенных гражданских механизмах. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем «Особое мнение». Наши гости Валерия Новодворская. Итак, остановились на различных формах гражданского повиновения. Вот что уже бросают, смс-ки какие нам. Молчаливый массовый протест, как в Белоруссии. Вторая мысль, высказанная, кстати говоря, в том числе и здесь, в эфире «Эхо Москвы» Эдуардом Лимоновым, насчет того, что там письмо в Центр избирком. Я отзываю мой голос, поскольку не вижу, так сказать, лиц или партии, или структур, представляющих мои интересы. Ну, во-первых, обойдемся без Лимонова, как с учительным собранием обошлись бы и без Владимира Ульянова, чтобы некому было разгонять. Во-вторых, этот вариант не сработает. Во-первых, письма будет сложнее собирать потом из Центра избиркома. Во-вторых, они ничего этого делать не будут. Если вы им не предъявите в Центра избиркоме или на избирательном участке справку из морга, что вы скончались. Откуда это вы знаете? Потому что по закону они вычеркивают из списка для голосования только покойников. Если вы докажете, что вы покойник, то они вычеркнут. Есть куда более действенные способы. Для начала, для начала, вот это прямое голосование, так, я, Спартак, с именем и фамилией, откровенно запарнастся, ни в тиши кабины, ни за занавесками. Посмотрим, сколько смелых наберется. И вы что, серьезно думаете, 10-15 миллионов? Ну, надеюсь, не наберется, но сколько будет. В конце концов, эти миллионы сами решают, где им жить. Они решили. В крысиной норе или в свободной стране. Так они решили. А потом дальше есть очень хороший метод. У нас что такое парнас? Название, кстати, идиотское. Это партия народной свободы. Предшественники, их кадеты, когда этот первый наш кровавый режим, не такой уж кровавый, но царский, распустил Первую Госдуму, откровенно говоря, основания были. Это было почище другой России. Это была такая левая лавочка, ну, действительно, серпентарий. Но кадеты возроптали и возмутились. И собрались выборги, вся фракция. И написали выборгский манифест. И потребовали от этого царского правительства, чтобы они немедленно вернули народное представительство. И собрали Вторую Госдуму. А пока не соберут. В выборгском манифесте было написано и подписано всей фракцией. Не давать ни податей, ни рекрутов. То есть отказ от выполнения воинской повинности и отказ от уплаты налогов. В очень короткие сроки. Просто молниеносно. Хотя кадеты получили за это погоду тюрьмы. Вторая Государственная Дума была собрана. Так вот, давайте так же и начнем. Откажемся платить налоги. У нас нет парламента. Потому что то, что нам демонстрируют, это даже не цирк. А как вы можете отказаться платить налоги, если, например, вы являетесь сотрудником журнала или сотрудником организации? Я не могу. У меня все вычитают сверху. И налоги отказаться могут платить бизнесменой. Только олигархи. Вот они пусть и не платят. Вот Михаил Дмитриевич, например. Это отвечает их внутренним, тайным желаниям. И не давать рекрутов. А это давно можно было сделать, требуя всем себе альтернативную службу. Вот тогда, кстати, армейская реформа сразу начнется, когда в армии не будет ни одного солдата. Представляете, Нателло, как это будет ужасно. Ну-ка, Валерий Ильич, назовите... Ни с Грузией воевать, ни с Чечнёй. И вертолёты мистраль... Носцы мистраль не понадобятся. Валерий Ильич, назовите-ка мне пяток крупных бизнесменов, которые, с вашей точки зрения, на такое дело пойдут. Не могу назвать... То-то и оно. Этого героя нашего времени. Не могу, но это действенно. Вот нас спрашивают, нас спрашивают. А мы, как честные журналисты, поскольку политики у нас недееспособны, а те, которые могли бы что-то сделать, тех не пускают в политику и просто сбрасывают в сточную канаву, как Касьянова и Немцова. Ну, что бы делать? Журналисты будут советовать, какие ещё есть эффективные методы гражданского неповиновения, метро остановить. И весь транспорт. Ну, что там, вокзалы... Да, не брать вокзалы. Не брать? Пустые вокзалы. Поезда стоят тихонько, а с платформы говорят, это город Ленинград. Метро не ходит, в автобус не содят. Да вы экстремистка какая-то. Да. То есть вы ждёте забастовки. Компания гражданского неповиновения. Вы говорите о том, что необходимы забастовки, да? А мы списочек напишем. Для начала честные выборы, возврат к губернаторским выборам, к честной федерации, прекратить нарушение конституции. Путин и Медведев уходят в отставку. Политзаключённых освободить. Войска вывезти из Грузии, то есть из Абхазии, из Южной Осетии, из Самачабла, заодно из Приднестровья. Прекратить гонку вооружений. Так. Вертолётоносцы, Мистраль. Им зачем? Они с кем воевать собираются? Ну, мало ли. А, ну, мало ли, да? К Батуми подогнать и с другой стороны попробовать. Слушайте, да вы экстремистка просто. Компания гражданского неповиновения – это не экстремизм, это гандизм. А, это с которым поговорить не с кем, да? Да, вот Путин хотел поговорить с Ганди. Вот пусть он с ним в нашем лице и поговорит. И не понадобится никаких списков, ни кардина, ни других. То есть мы перестанем срамиться под всеми широтами и сами решим свои дела, сами ликвидируем свою диктатуру. Она, кстати, существует только по воле трудящихся. Вот, по воле трудящихся она существует, а не по злой воле, поэтому когда вы говорите, что... Да, была бы шея, хамут найдётся. К современным событиям хочу процитировать вам этот вопрос, присланный по интернету. Речь идёт... МВД готовы оплачивать гражданам ценную информацию, которая будет способствовать раскрытию преступления. Знаете такую историю, да? Да, то есть платные сексоты, да? Да. Что думаете про это? Я даже не думаю, я могу... Я знаю. ...рассказать один анекдот из 1991 года. Помните, вы должны, Нателло, помните, тогда Ельцин сгоряча и демократы объявили в эфире, кстати, «Еха Москвы», другого-то не было, и, кажется, по второму каналу, надо же, было время, когда там работали демократические журналисты. Это было смешно, что вот, мол, мы победили ГКЧП, а сведения об этом заговоре ГКЧПистов отправляйте в Белый дом. Через три дня в тех же эфирах пошла информация. Не нужно больше никаких сведений, Белый дом закрывается на ремонт, мы ничего не принимаем. Знаете почему? Так. Потому что доносы пошли этими цистернами, вазами, самосвалами, причем речь шла о таких вот вещах, что мой сосед, он явно сочувствует ГКЧП, и стали доносить друг на друга. То есть, в России нельзя этого делать. Не знаю, может быть, это можно делать в Соединенных Штатах, где законопослушные граждане сообщают о том, что около дома шпиона Эймса стоит какой-то очень навороченный ягуар, и явно он не на службе в ЦРУ это все заработал или ФБР, а надо проверить его счета. В России этого делать нельзя. У нас слишком тяжелый бэкграунд. Нельзя принимать доносы, нельзя за них платить, нельзя пусть спецслужбы хоть что-то делают. Сами? Сами, да. Ну, подождите, ведь таковая система существует во многих странах, к которым хотелось бы приблизиться там. По уровню комфорта, по уровню безопасности. Ну, постукивают и в Европе, и в Америке. Мне, кстати, это не нравится. Во-первых, я не стал бы это делать, сообщать, что мой сосед неправильно припарковал машину. Ну, я не гражданин Соединенных Штатов или Германии, была бы, я бы боролась с этой инициативой. Ну, я думаю, мне там гражданство тоже не дадут. А вот, что касается России, то давайте приближаться к безопасности и комфорту с другой стороны. Не со стороны доносительства, а со стороны там уровня культуры, любви к свободе. Валерий Леонидович. Ну, индивидуализма, желание стоять на своих ногах, а не выпрашивать у власти какие-то кусочки. Сообщение от Сергея. В США на днях с помощью наград свидетелям, осведомителям, поймали бостонского гангстера, которого искали 15 лет, да? И не единичный случай, когда именно осведомители позволяют поймать серьезных преступников, да? Ну, у Соединенных Штатов отличнейшая конституция, на которую не покушается ни исполнительная, ни законодательная власть, и за ними, у них за плечами 200 веков свободы. Им это не вредно. Что касается нас, то, повторяю, мы живем в другой стране, и у нас не гангстеров ловят. У нас вместо гангстеров ловят мирных ученых, типа Игоря Сутянина, или девочек, типа Зары Муртазалиевой, и чтобы получить лишнюю звездочку на погоны, доказывают, что они террористки. Или у нас ловят честных бизнесменов. Всех уже почти пересажали. Кто не верит мне, спросите у Ольги Романовой. Она это знает не понаслышке. Да, она это действительно знает не понаслышке. Скажите, пожалуйста, вот вы не приходите на выборы. Это вопрос от Ники. Понятно, что с вашим бюллетенем, в общем, могут сделать все, что угодно. Даже если я приду на выборы, они в любом случае сделают все, что им угодно. А единственный показатель, единственный индикатор, то, что можно показать и наблюдателям от Евросоюза, и прессе западной нашей, и некуда будет с этим деваться, только эхо. Это пустые избирательные участки. Так, вопрос от Глобова. Насмотрелся, начитался и наслушался за последнюю неделю уйму материалов про Прохорова, в том числе и отрывок вашего интервью по РНТВ. Честно, запутался. Если он кремлевский, то зачем он им? Если кремлевский, то кого из кремлевских конкретно? Если не кремлевский, то зачем ходит в Кремль? Хоть прекрасно видно, что Медведев скучно поправляет галстук, не слушая сбивчивую речь Прохорова. В общем, вопрос следующий. Зачем сейчас Прохоров? Господи, есть же счастливые люди, которые не помнят, пути не помнят своего. Это уже было. Была у нас организация под названием КПСС. С одной стороны в ней была Демпланформа, а с другой стороны в ней была группа Союз. Такая вся реакционная. И баланс. Помните, да, поддержите Горбачева, а то придет к власти Лигачев. Ну да. Да, это какое-то время работало. Вот у нас есть хорошенький, маленький Змей Горыныч. Так, одна... Читайте опять-таки Шукшина, великий писатель. Как Иванушка-дурачок за справкой ходил, что он не дурак. Одна глава самая глупая. Она все время говорит Лангетт Биштекс. Да, Шукшина была такая. Да. Вторая глава поумнее. Желудок общий. Вот Прохорова выбрали правой головкой. Он будет говорить, это Шехерезада будет вести дозволенные речи о том, как бы хорошо вернуть выборы губернаторов. Как бы хорошо шерифов выбирать. А Медведев будет говорить, ну да, конечно, мы это все обсудим. Это для того, чтобы продемонстрировать Западу, какие у нас здесь расстрели тысячи цветов. И, пожалуйста, идите, голосуйте. За это можно, я думаю, даже назначат. Назначат каждого пятого чиновника. Назначат каждого десятого нашиста. И велят им голосовать за Прохорова. Боже мой, как все. Да, чтобы у нас была маленькая, послушненькая, правая фракция, управляемая в Госдуме. Вот, а их будут всем показывать. То есть Баб Ягу вырастет в своем коллективе. Да, вырастет в своем коллективе. И будет левая альтернатива совершенно ужасная. Вот ЛДПР для этого и держит, чтобы все пугались. Вот КПРФ будет ходить, Зюганов, и говорить свои глупости. Ну, а кто пожнет вот эти васильки-воржи? Естественно, Путин со своим фронтом. Я напомню, что наш собеседник сегодня Валерия Новодворская. Это программа «Особое мнение». Мы сейчас прервемся на несколько минут. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости. А затем программа будет продолжена. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». Наш собеседник Валерия Новодворская. Что вы думаете по поводу того, что наш коллега Матвей Гонопольский уже обозвал списком Пупкина? То бишь, речь идет о том, что Государственная Дума в ответ на список Магнитского может запретить нарушающим права россиян и иностранцам въезд в Российскую Федерацию. Ну, я думаю, что раз один зеркальный асимметричный ответ дам, то давайте уж продолжим, как Алиса, в стране чудес, в этом зазеркалье. И предложим иностранным гражданам, которые сейчас обливаются слезами, объявить Россию опасной зоной такой, чернобыльской, карантин на Россию и никому в нее не ездить вообще. Тем более, что они немного потеряют список граждан, которым воспрещен вход на эту помойку, в которую наши граждане, сограждане вместе с властью, которую они поддерживают своим молчанием, превратили в страну. Это страшно, отказ во въезде на помойку. Ну, вы же противоречите самой себе. Если вы говорите о том, что страну в помойку превратили сами в общем граждане, правда? Разумеется. То получается, что вы не то, что в меньшинстве, вы за забором, да? Потому что то, что вы считаете помойкой, это результат желаний и устремлений большого количества наших соотечественников. Здесь есть только одно противоядие. Интеллигенция обязана просвещать народ. Это ее главное и единственное занятие. Ничем другим она свое существование оправдать не может. Не важно, есть ли места в Госдуме, не важно, есть ли какие-то кресла, даже не важно, есть ли регистрация. Надо просвещать народ. Ну, конечно, не с помощью Эдуарда Лимонова, которого приглашают на демократические митинги. Надо сеять разумное, доброе, вечное, либеральные ценности, западный выбор, история либерализма, свобода, свобода, собственность и законность. Надо говорить народу правду, независимо от того, что этот народ потом тебе набросает в качестве бюллетеней. Пусть не набросает ничего, но надо просвещать народ. Пока народ не сделает западный выбор, нам никто не поможет. Ни Америка, ни Европа, ни даже Антарктида нам не поможет. Есть только один способ. Революции сверху в России больше не будет. Ельцин это было чудо. Господь больше не расщедрится на такие чудеса. Гайдара нет в живых. 91-го года больше не будет. Больше не упадет на нас эта манна небесная. И будем ходить, положенное нам 40 или 400 лет, чтобы дети народа, изысовшего чрева седых матерей, выходили уже на свободу. Все надо зарабатывать. Первый раз нам досталась незаработанная свобода. На халяву. Свободу надо заслужить. Поэтому мы ее и выкинули Путину под хвост. Путин не брал Кремль и Лубянку приступом. За него проголосовали. И нечего на Ельцина ссылаться. Авторитет Ельцина и его рейтинг тогда был где-то на уровне 6%. Уж не потому, что граждане хотели Ельцина послушаться. Они за Путина проголосовали. Нет. Он им понравился. Он понравился тем, что стал бомбить Чечню. Им это очень понравилось. Им понравился полковник. Им захотелось походить под марши. Что-то есть в нем, в этом марше, идущем из предместия. Захотелось сапога, наступающего на лицо человечества по Орвелу. Они его получили? Да, они его получили. Могли еще и хуже получить. Так же, как Беларусь, которая получила Лукашенко. Вот то, что сейчас происходит в Беларуси, сопоставить с тем, что происходит сегодня и будет или не будет происходить завтра, третьего дня в России. Какое-то время это был такой полигон Беларусь, где отрабатывалось наше будущее. И было совершенно очевидно, что это наше будущее. И вот теперь мы наблюдаем, как Лукашенко отреагировал на то, что ему надо было идти во второй тур. Он напустил кандидатов в полные избирательные участки и думал, что кто возьмет полпроцента, кто возьмет одну десятую долю процента. А оказалось, что он сам батька набрал 40 процентов. Надо идти во второй тур. Он победил бы во втором туре. Нет разговоров. Он не захотел идти во второй тур. А вот объясните, пожалуйста, от чего, собственно, корона с головы упадет? Маниакал. Вот опять же, от многих, в том числе час с небольшим назад, я слышала от Михаила Борщевского, сидевшего на вашем месте. Ну же, большую ошибку совершили те, кто не зарегистрировал пару нас. Зачем обострять ситуацию Лукашенко, перебрасываясь, испугавшись второго тура? Вместо того, чтобы стричь купоны с Евросоюза, получать кредиты. Вы же сами говорите, что он победил бы во втором. Конечно, безусловно. А что же он? А что же мы? Власть – это порог. Это наркотик. Конечно, можно было спокойно зарегистрировать парнас и посмотреть, сколько они наберут голосов. Ну, набрали бы 10%. Ну, набрали бы самое страшное 15%. По первому разу они не набрали бы 70% голосов. Риска не было. Тупость. Тупость власти, не привыкшей к конкуренции, не привыкшей к сопротивлению. Власть, она наглеет. Власть должна все время быть ограничена гражданами. Знаете, что на эту тему сказали американские отцы и основатели, в частности, Томас Жифферсон? Ну-ка. Что ни одно правительство никогда не сможет сохранить в своей стране демократию, если не будет твердо знать, что граждане за эту демократию готовы пожертвовать жизнью. Власть, это враг всегда, в любом случае, это противник, это очень опасная вещь. И гражданское общество должно стоять и озираться затравлено, не идет ли власть нарушать его права. С властью нельзя брататься, власть нельзя любить, власть надо держать на дистанции, с ней нельзя обниматься, таскаться за ней нельзя, как наша попса делает. Просто руку ей пожимать нельзя. Власть это очень опасно. А есть и хорошая власть? Если хорошая власть, она от любви станет хуже. Ельцина очень испортили возгласы Демроссии. Ельцин, Ельцин, ты могуч, ты разгонишь, ставит тучь. Поэтому Ельцин потом и сказал во всех эфирах, а демократы меня поддерживают, куда они денутся? И горби испортили, когда Андрей Дмитриевич Сахаров ему аплодировал в Кремле. Он очень его портил. Поэтому перестройка так и закончилась, что горби остановился, КЧП обрадовалась и срочно стала его свергать. Это хроника. У Хрущева было то же самое. Когда он перестал заниматься антисталинской пропагандой, и когда он попытался сдать назад, и действительно сдал, что сделали Брежнев и компания. Они просто его убрали. С горби произошло то же. Если бы он продолжал реформы, никогда никакой ГКЧП бы не возникло. И если бы мы не кричали Ельцину «Ура!», то, я думаю, Чеченской войны бы не было. Несколько вопросов с очень короткими ответами. Одна реплика, не могу ее не процитировать, она несколько, скажем так, не парламентская. Но, извините, цитирую. «Идите нахрен со своей свободой, этот народ вечно надо держать на цепи». Два слова в качестве комментария. «Я не хочу сидеть около этой будки». Спросите, сколько бы Новодворская продержалась, не воруя в кремлевском кресле? Вопрос от Ильовича. Я не могу отказать себе в удовольствии, задаю вам этот вопрос. Если это тот Ильович, который был одним из членов Демократического Союза вначале, он должен знать, что ни в какое кремлевское кресло я бы не попала. Просто не попала бы по определению. Потому что, говорю правду и власти, и народу. А украсть я что-нибудь тоже патологически не способна. А если кому-нибудь кресло мешает, пусть займется чем-нибудь другим. Полезно. Или руки держит за спиной, если он не может не красть. Очень много реплик в духе «Согласен или согласна нам точно еще 40 лет ждать, но я не доживу». Это ведь грустно, правда? Ну, я человек холостой, я девушка незамужняя. А вот те, которые спрашивают, у них есть как-то дети, внуки? Пусть хотя бы они доживут и отучатся бояться шагов командора. Хотя бы внуки. Вообще хотите, чтобы у них было будущее или нет? Ну что ж, я думаю, что на этой, не знаю, даже сказать, оптимистической или пессимистической ноте я напомню еще раз, что эта программа особое мнение, что наш собеседник сегодня Валерия Новодворская. И до встречи. Скромный журналист. Скромный? Очень скромный журналист. Спасибо. Спасибо, Валерия Ильинична. До встречи в эфире «Эхо Москвы» и телеканал «Арт-ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok